Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первые видео авторынок. Если вы еще на нас не подписаны, рекомендуем подписаться на канале. Масса полезного и интересного про выборы и покупку поддержанных автомобилей. Ну а если вас интересуют наши автомобили в наличии, либо вакансии в компании, всю эту информацию смотрите по ссылкам, которые будут в описании под видеороликом. Внутренний японский рынок автомобилей достаточно неплохо насыщен компактными городскими хэтчбеками, экономичными, шустрыми и удобными в эксплуатации. Если вы ищете подобный автомобиль для себя, то знаете, такие варианты все еще можно привезти из Японии, соответственно, получить машину без пробега, со всеми ее сопутствующими плюсами. Следующее поколение нашего сегодняшнего героя уже как-то было на нашем обзоре, но сегодня углубимся чуть-чуть в историю и поговорим про вторую генерацию Toyota Passa в кузове C30. Бюджетный хэтчбек Toyota Passa во втором поколении дебютировал в 2010 году. На конвейере эта машина провела 6 лет, до 2016-го. В 2014-м году внешность чуть-чуть освежили, но человек неискушенный, вряд ли отличит сходу до рестайлинг от рестайла. Моторная гамма довольно скромная, всего два варианта. Атмосферный бензиновый литровый двигатель на 69 лошадиных сил и 1,3 литра на 95 лошадей, также на бензине. Коробки передач только вариаторные, ну а литровые модели могли опционально оснащаться еще и полным приводом. Сегодня у нас на обзоре литровый вариант на 69 лошадей с передним приводом и вариаторной коробкой пробег этого автомобиля по Японии 103 тысячи километров. Toyota Passa небольшой автомобиль. Длина этого хэтчбека 3 метра 65 сантиметров, ширина 1,66 метра, а высота 1,53 метра. Колесная база 2,44, снаряженная масса 910 килограмм. Что касается толщины лакокрасочного покрытия Toyota Passa 2-й генерации, на большинстве таких автомобилей разброс показаний толщиномера для родной краски будет лежать в диапазоне от 75-80 до 90-100 микрон. Но в данном случае автомобиль имеет сложный белый металлик. И толщина лакокрасочного покрытия здесь двойная с завода. Мы промерили весь этот автомобиль. Наружные панели пробиваются в диапазоне от 150-155 до 170-175 микрон. То же самое касается и дверных проемов. Стандартный слой для внутренней части – это где-то 45-50 микрон. У этого автомобиля все проемы выкрашены с одинаковым разбросом от 80 до 100-102. Заводского двойного окраса на самом деле пугаться не стоит. Слой краски толще, соответственно, и металл защищен лучше. Тем более, что по умолчанию Toyota Passa и его брат-близнец Daihatsu Bun далеко не самые устойчивые к ржавчине автомобиля. Естественно, дополнительно защищать машину снизу нужно. И это мы продемонстрируем далее по ходу сюжета. Переходим к изучению внутреннего пространства автомобиля. Начнем с багажника доступ, куда нам открывает довольно небольшая по площади пятая дверь. Что касается линейных размеров, ширина проема багажника у этого автомобиля в его средней части – это 98 сантиметров. Ширина по полу – 102. Расстояние от заднего борта до спинок сидения – 54 сантиметра. А высота от фальшпола до крыши – 83. Заднее сидение у Toyota Passa складывается для перевозки длинного груза. Удобно, что сделать это можно как из салона, так, собственно, и из багажника. Механизм запирания кресла здесь довольно-таки простой. При этом сидения здесь складываются следующим образом. Сначала вы опрокидываете подушку сидения, она ныряет вниз, а уже затем снимаете со стопора и складываете, собственно, спинку. В таком варианте длина багажника у вас увеличится до 135 сантиметров. Максимальная длина груза, которую можно увести, протолкнув между передними креслами – это 2 метра 20 сантиметров. Из дополнительных удобств по багажнику – это глубокий кармашек по правой стороне, куда можно что-либо сложить, и докатка под фальшполом. Достаточно редкая опция, особенно для компактных автомобилей для внутреннего японского рынка. В настоящий момент большая часть автомобилей комплектуется ремнобором – герметик-компрессор. Ну а теперь про интерьер. И это, пожалуй, самая интересная часть данной модели. Салон Toyota Pass весьма уютный, особенно когда представлен в подобной бежево-коричневой расцветке. Да, пластик панели здесь жестковатый, зато оригинальный на вид. Что касается посадки за рулем, при росте 1,86 метра мне удалось подобрать здесь удобное положение. При этом посадка довольно вертикальная. Переднее сидение Toyota Pass 2-й генерации представляет собой, по сути, диван из двух половинок. При этом половинки имеют собственные регулировки, а водительская даже имеет регулировку по высоте. Если отодвинуться до упора назад, то в целом мне при моем росте практически удается выпрямить левую ногу в колене. Плюс здесь имеется регулировка рулевой колонки, правда, только по высоте. Регулировки по вылету этот автомобиль лишен. Что касается опоры под локти, у водителя с правой стороны есть подлокотник на дверной карте, правда, он пластиковый и жесткий. А вот центральный подлокотник выше всяких похвал. Он в меру широкий, его часть, контактирующая с вашими локтями, имеет тканевую отделку. Здесь есть небольшая полочка, а также достаточно вместительный бокс посредине. Комбинация приборов здесь очень простая, но при этом абсолютно читаемая. По сути, из приборов у вас только спидометр с абсолютно огромного масштаба оцифровкой. Также указатель уровня топлива в виде цифрового индикатора, счетчик пробега, часы и селектор коробки передач. Индикация включенного режима по левой стороне. Подрулевые переключатели стандартные тойотовские, они находятся на своих местах, тянуться к ним не приходится. Все удобно. По правой стороне у вас блок управления стеклоподъемниками. Все четыре электрические, водительские, еще имеет и авторежим. Блок управления боковыми зеркалами, включая функцию складывания, у нас находится справа от рулевой колонки. И рядом с ним довольно большое количество заглушек, а именно пять штук. Что наталкивает на мысль о наличии здесь дополнительных опций в старших комплектациях. По левой стороне у нас присутствуют разъемы USB и выход AUX. Есть 12-вольтовая розетка. Селектор коробки передач выполнен в виде своеобразной кочерги, как это было сделано на старых минивенах Toyota Ipsum. Блок управления климат-контролем, а в данной комплектации у нас именно климат с дисплеем, выполнен в оригинальной форме. Клавиши тактильно различимы. Вентилятор и температура регулируются при помощи больших кнопок. Ну а все остальные дополнительные режимы вписаны в окружность рядом. Возможно, не у всех получится с первого раза научиться различать их на ощупь, но привыкнуть к этому явно можно. Центральное место на панели занимает у нас мультимедийная система с большим дисплеем. Сюда же выводится картинка с камеры заднего вида, что облегчает маневрирование на и так небольшом автомобиле. Ну а с правой стороны есть еще крючочек, на который можно подвесить, например, пакет весом до 3 килограмм. Что касается мест для хранения, то в салоне Toyota Passa их на самом деле предостаточно. Здесь есть большой вместительный карман внизу центральной консоли. Присутствуют подстаканники для водителя и переднего пассажира. Также дополнительный объем для хранения предоставляет основной бардачок. Правда, он не очень большой и больше подойдет для размещения документов. А кроме того, в ногах у переднего пассажира есть еще и выдвижной ящик, лоток, куда тоже можно что-то сложить. Внизу дверных карт у нас есть кармашки, передняя часть которых четко отформована для установки туда бутылки с напитком. Что касается обзорности, здесь Passa не имеет вообще никаких минусов. Линия остекления здесь очень и очень низкая. Лобовое стекло хоть и узковато, но при этом передняя панель не загораживает обзор. Боковые зеркала для машины такого размера довольно большие по площади. И несмотря на зауженную краю форму, пользоваться ими удобно. А вот капот здесь не видим. Увы, придется привыкать. Хотя капот очень короткий и проблем с маневрированием на этом автомобиле не испытает даже водитель-новичок. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на втором ряду. Что касается пространства на втором ряду. Колесная база 2.44 это не так уж и много. Несмотря на это, усаживаясь сам за собой, я только касаюсь коленями спинки переднего сидения. Но они не упираются в него. Помимо прочего, сидение еще и мягкое. Поэтому дискомфорта контакт коленей с ним не вызывает. Задний диван здесь абсолютно плоский. Материалы отделки усиливают ассоциации с домашней мебелью в гостиной. Плоская не только подушка, но и спинка. Рассчитан он на размещение трех пассажиров. Тоннель на полу присутствует, хотя он и небольшой по высоте. У задних пассажиров здесь нет подлокотника. Поэтому опоры под локти будут служить только небольшие отливы на дверных картах. Они пластмассовые и твердые. Каких-то дополнительных удобств для задних пассажиров здесь нет в принципе. Нет даже ручек держаться. По сути дела, все, что предложили пассажирам второго ряда Toyota Passa конструкторы, это кнопки стеклоподъемников. А вот запас пространства над головой на самом деле неплохой. Благодаря выштамповке на панели потолка. Спинка, кстати, имеет только одно единственное положение. И не регулируется по наклону. Под капотом этих автомобилей располагалось два варианта моторов. Первый из которых имеет маркировку 1К РФЕ. Этот двигатель объемом 1 литр. Здесь 69 лошадиных сил и 94 ньютонометра крутящего момента. Сам по себе агрегат не то чтобы очень новый. Начало его выпуска 2004 год. Собирался он не только в Японии, но еще и в Польше, где ставился на автомобили типа Citroën C1 и Peugeot 107. Правда, версии для европейского и японского рынка имели некоторые различия между собой. Конструктивно это рядный трехцилиндровый двигатель с алюминиевым блоком. Здесь два верхних распредвала. Есть фазовращатель на впускном распредвалу. Гидрокомпенсаторов, зазоров, клапанов нет. Они регулируются при помощи подбора толкателей. И это требуется крайне редко, как правило, к большому пробегу уже за 250 тысяч километров. Впрыск топлива самый обычный распределенный. А в приводе газораспределительного механизма используется однорядная роликовая цепь. В некоторых случаях были нарекания на ее ресурс. На пробегах около 120 тысяч километров она, бывало, требовала замены в связи с растяжением. Из интересных особенностей 1К РФЕ можно отметить еще и пластиковую клапанную крышку, которая представляет собой по совместительству и часть корпуса воздушного фильтра. Сам по себе этот двигатель весьма неплох. И к основным недостаткам его можно отнести разве что шумность работы. Человеку непосвященному может показаться, что двигатель шумит и с ним что-то не так. Поэтому при осмотре подобного авто на всякий пожарный возьмите с собой человека, который пересмотрел уже не один такой экземпляр. Не отличается вечным ресурсом и насос системы охлаждения. Здесь он служит около 100 тысяч километров. После чего требуется замена. Но, пожалуй, самой главной особенностью 1К РФЕ служит быстро загрязняющийся впускной коллектор. Особенно на версиях, оснащенных системой EGR. Как, например, на моторах для японского рынка. Ключевой момент на пути к хорошему ресурсу этого силового агрегата – качественное масло. Его объем здесь небольшой – 3,1 литра, вязкость 5В20. И менять его крайне желательно хотя бы раз в 7-8 тысяч километров пробега. Некоторые владельцы к пробегам под 200 тысяч могли столкнуться с появлением расхода масла на угары. Как правило, подобное связано с залеганием колец. В некоторых случаях помогала раскоксовка. Однако, если страшное все же произошло и ваш 1К РФЕ отправляется на замену, проще купить контрактный двигатель, нежели заниматься его восстановлением. На вторичном рынке по сей день эти моторы стоят весьма недорого. Старший двигатель для пасса – это 1НРФЕ. Объем 1,3 литра и на нем уже 4 цилиндра в ряд. Он также алюминиевый, но в отличие от младшего мотора, на нем присутствуют гидрокомпенсаторы, так что регулировать зазоры клапанов уже не нужно. Привод ГРМ по-прежнему цепной. Впрыск топлива, обычный распределенный 1НРФЕ – это все еще простой двигатель. И проблемы у него тоже простые, причем случаются они, как правило, к солидным пробегам. Это появление расхода масла на угар, а также посторонние звуки, в особенности со стороны системы ВВТА. Такие автомобили более редкие, но они и пошустрее. Четырехцилиндровый мотор выдает 95 лошадиных сил и крутящий момент, на нем уже 118 Нм. Для легкого кузова Toyota Passa этого вполне достаточно. С каким бы мотором вы не выбрали подобный автомобиль, это будет весьма экономичный. Вариаторы компании Aisin 400 серии К, которые ставились на эти автомобили, также зарекомендовали себя очень неплохо. При должном уходе эти коробки ходят под 200-250 тысяч километров легко. Они боятся перегрева и крайне желательно не допускать долгой эксплуатации на грязном масле. Менять его желательно почаще по регламенту в 60 тысяч километров пробега, но лучше подсократить хотя бы до 40-45. Единственный момент при выборе машины с подобным вариатором на тест-драйве, обращайте внимание на отсутствие гула при разгоне. Источником которого служат подшипники. И проявляется он, кстати, сугубо под нагрузкой. Перед тем, как посмотреть на Toyota Passa 2 снизу на подъемнике, давайте разберемся с дорожным просветом, каталожное значение которого. 140 мм вооружимся рулеткой и посмотрим, так ли это на самом деле. Визуально самая низкая точка под машиной в нашем случае находится под поддоном коробки и расстояние от земли до него 17 сантиметров. Передний бампер находится на расстоянии 21 сантиметр от поверхности земли, а резиновый брызговик под ним в районе 15 с половиной. Расстояние от земли до отбортовки на пороге 16 с половиной сантиметров. В задней части 18. Расстояние от земли до заднего бампера 27 сантиметров, что с учетом отсутствующего заднего свеса дает данному компактному хэтчбеку весьма неплохую геометрическую проходимость. Машина не низкая и это главное. Что касается подвески, конструктивно подвеска Toyota Pass 2 классическая для компактных хэтчбеков спереди Макферсон, ну а задняя подвеска естественно зависимая, самая обычная балка. Что касается особенностей конструкции, то это шаровые опоры в рычагах, выполненные с ними как единое целое, соответственно по задумке конструктора вы должны менять все это только в сборе. А также отсутствие стабилизатора поперечной устойчивости, так что как минимум на замене втулок и стоек стабилизатора здесь вы точно сэкономили. Рулевая рейка на этом автомобиле электрическая, это означает отсутствие потенциальных проблем с протечками, шлангами и насосом ГУР. Что касается антикоррозийной обработки, то здесь мы видим довольно-таки основательное количество шовного герметика, но только и всего. Дополнительной обработки нет ни на порогах, ни на самом днище кузова. Поэтому в самом начале видео мы и упоминали необходимость дополнительного антикора в случае, если вы планируете долго эксплуатировать такой автомобиль в регионе, где в ходу реагенты. Касается это не только необходимости обработки днища, но еще и внутренней поверхности колесных арок. В данном случае она также не защищена, никаких дополнительных подкрылок там нет. В задней части автомобиля, перед задней подвеской располагается топливный бак. Он в данном случае у нас металлический, как и заливная горловина, его объем 40 литров. Так что при покупке поддержанного автомобиля на всякий случай проверяйте его на предмет отсутствия коррозии, особенно сквозной. Задняя подвеска, как уже упоминали, самая обычная балка. Здесь два больших сайлентблока и втулки на амортизаторах. Вот, в принципе, и все резиновые элементы. Пружина и амортизатор разнесены отдельно друг от друга. Задние тормоза барабанные, передние дисковые. Ну а по части антикоррозийной обработки сзади, больших отличий с передней частью автомобиля, мы не видим. По сути дела, все тот же шовный герметик и все. Продолжение следует... Еще будет в продаже в компании RDM Import в городе Новосибирске. Всю интересующую вас дополнительную информацию уточняйте по контактному телефону. Он будет в описании, на нем же есть WhatsApp, поэтому пишите, звоните, задавайте вопросы. Если обзор понравился, был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, какие машины вы хотели бы видеть на подъемнике в будущем. Ну а мы в свою очередь постараемся их для вас добыть и отснять. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч на канале. Пока!